Продолжим обсуждение бизнес-целей. Давайте представим ситуацию, когда нам необходимо добавить некий детальный план действий, связанный с какой-то бизнес-целью. Как мы это можем сделать? У нас есть карта, у нас есть бизнес-цели. Давайте удалим лишние цели здесь. Это первый способ, кстати, который мы бы обсудили раньше. Мы можем добавить под цели, но под цели мы не можем добавлять бесконечно. И нам нужна некая более компактная форма представления информации. Для этого удобно используется инициатива. Чтобы получить доступ к инициативам, нужно выбрать нужную бизнес-цель, нажать вот эту кнопочку в колонке инициатива. Улучшение сервиса. Какая может быть дополнительная инициатива? Например, расширение часов работы офиса. Мы создаем бизнес-цель, инициативу, привязанную к этой цели. Первое, что нам программа показывает, нам программа показывает вот этим синим цветом, что есть некая инициатива, привязанная к этой цели. И если мы перейдем на карту, то мы видим, что под нашей целью появилась вот такой значок, иконка. И мы видим инициативу расширения часов работы офиса. Отлично. Давайте добавим немножко больше информации к этой бизнес-цели. Например, мы можем указать, что для расширения часов работы нам необходимо немножко обучить сотрудников, может быть, кого-то дополнительно нанять. Нам нужен некий бюджет. Давайте напишем 60 тысяч рублей. И нам также нужно... Нам на это потребуется, допустим, два месяца. Мы с вами добавили дополнительную информацию к этой инициативе. На карте она показывается вот так вот. Если расширим чуть-чуть еще больше, то выведем, что здесь нам программа рассчитала эти данные. Чтобы чуть больше оптимизировать представление, можно, например, вот это перенести в описание. Эту инициативу назвать коротко. Часы. Часы работы. Чтобы у нас вся интересующая нас информация умещалась на карте. Замечательно. Что еще можно добавить? Мы к этой же бизнес-цели можем добавить больше инициатив. Например, можем добавить улучшение сервиса. Например, можем добавить тренинг сотрудников. Опять же, мы произвольно используем любое количество данных. Мы можем написать, например, что тренинг мы проведем с 12 декабря, с 1 числа по, например, по 8 или по 3, в выездной тренинг где-то. В описании мы можем добавить какие-то детали. Если у нас есть бюджет, мы его можем указать. Если бюджета нет, мы можем не указывать. Абсолютная гибкость с этой точки зрения. Давайте вот на этом остановимся. Посмотрим, как у нас выглядит на карте. На карте нам показывают вот такую дату, такой интервал данных. Опять же, может быть, чуть-чуть покороче сделать, чтобы все красиво умещалось. Добавили. На карте мы теперь видим некие инициативы. Давайте представим, что мы добавили еще какую-то инициативу. И в конечном счете... Что-то еще. В конечном счете наша карта стала не очень читабельной. Что мы можем сделать? Мы можем вернуться в инициативы и, используя вот эту вот первую колонку, убрать инициативы, которые мы хотим иметь в этом списке, но не хотим показывать на карте. Замечательно, удобно. А что еще можно сделать с инициативами? Еще с инициативами мы можем добавить неких ответственных сотрудников. Можно выбрать этого сотрудника. Что нам дает добавление ответственного сотрудника? Ну, первое, мы в отчетах будем видеть, кто ответственный за эту инициативу. И также мы можем настроить автоматически уведомления для этой бизнес-цели. Уведомления о чем? О том, что добавляются, например, новые инициативы к этой бизнес-цели. Либо что-то случилось с индикатором, привязанное к этой бизнес-цели. То есть эти вещи мы можем автоматически настроить, и это достаточно удобно. Что еще мы можем сделать? Здесь у нас поля для ввода данных, они ограничены немножко по объему. Здесь у нас нет возможности в размере двух листов, например, описать план действий. Но мы можем нажать вот эту кнопочку и добавить ссылку на документ, в котором мы, собственно, детально опишем, что происходит с этой инициативой. Отлично. Что еще мы можем сделать? Давайте добавим еще одну инициативу. Например, есть у нас бизнес-цель изучения профиля клиентов. Давайте добавим инициативу анкетирования. Допустим, мы на нее хотим потратить 12 тысяч рублей и провести ее в течение одного месяца. Посмотрим, как это выглядит на карте. Мы видим нашу старую инициативу, появилась новая инициатива, анкетирование. Замечательно. Что мы теперь можем сделать? Имея информацию о стоимости этой инициативы, часы работы, расширения часов работы, и имея информацию о стоимости проведения анкетирования, мы можем построить один отчет интересный, который называется «Отчет по бюджету и продолжительности». Давайте посмотрим, как он выглядит. В этом отчете программа нам показывает бюджет для, собственно, цели изучения профиля клиентов. Этот бюджет состоит из бюджета на анкетирование. Другой бюджет, который нам показывает программа, это бюджет для улучшения сервиса, то есть на расширение часов работы, и нам также программа показывает временные затраты на ту или иную инициативу. То есть здесь мы видим месяцы, здесь мы видим месяцы, и в итоге у нас получается порядка трех месяцев нам требуется для исполнения 75 тысяч рублей. То есть это некая оценочная, оценочный показатель стоимости выполнения этой стратегии и времени выполнения этой стратегии. Тут надо, конечно, оговориться, что программа для стратегии, стратегических карт, индикаторов, как BAC Desire, это не инструмент для планирования проектов, поэтому не ждите здесь каких-то диаграмм ГАМТа и так далее. Здесь планирование происходит вот на таком уровне, на достаточно абстрактном уровне. Предполагается, что у вас есть другие инструменты, в которых вы более детально, более специфично запланируете какие-то свои действия. На этом все касательно инициатив. В следующем видео мы поговорим о работе с индикаторами, как их связать с бизнес-целями.